Чтобы сделать на окне долговечный рисунок, который не боится случайных брызг и даже влажной тряпки, в большинстве случаев действуем по такому алгоритму. Шаг первый. Сначала тщательно отмываем окно, сгоняем с него воду и сушим. Шаг второй. Размечаем окно карандашом-дерматограф или карандашом для стекла, либо просто намечаем контуры малярным скотчем. Шаг третий. Наносим подложку. Можно взять паропроницаемые белила, которые не потрескаются от перепада температуры или от конденсата на окне. Можно два слоя нанести. Каждый слой тщательно сушим. Большие поверхности укрываем валиком. Стараемся наносить подложку ровно, без полос и без потеков. Шаг четвертый. Размечаем рисунок карандашом на подложке. Шаг пятый. Раскрашиваем подложку цветной краской. Лучше в два слоя. Каждый слой тщательно сушим. Консистенция первого слоя 10% сливки. Наносим мягкой кистью или поролоновой кистью, чтобы не повредить подложку. Второй слой с консистенцией 30% сливки кладем почти пастозно. Аккуратно замазываем стыки краски и острые уголки в рисунке. Шаг шестой. Тонкой кистью с длинным ворсом укрывистой краской проходим общий контур и внутренние контуры рисунка. У мультяшных персонажей, вот таких как этот, внешний контур примерно в полтора-два раза толще внутренних контуров. Контуры отводим черной краской или темными оттенками краски. Например, области голубого цвета отводим синим контуром, области желтого цвета отводим оранжевым контуром, области светло-зеленого цвета отводим темно-зеленым контуром, ну и так далее. Шаг седьмой. Слегка подсушиваем рисунок и лезвием аккуратно срезаем случайные штрихи, которые вылезли за контуры. Вот посмотрите, как я справа внизу обрезаю пальчики у Деда Мороза. Шаг восьмой. Хорошенько сушим и настраиваем освещение. Освещение это очень важная деталь для рисунка на окне. Понадобится ее хорошенько продумать, чтобы рисунок выглядел еще лучше. Удачи вам и с наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok